Три дня голосования. 8, 9 и 10 сентября в городском округе Щелково с 8 утра до 20 часов работали 125 избирательных участков. Уже с первых минут голосования жители приходили выразить гражданскую позицию. Вместе предстояло выбрать губернатора Московской области, определить будущее региона, а значит и нашего городского округа. Сразу три избирательных участка работали в новой школе микрорайона Финский. Здесь проголосовал глава округа Андрей Булгаков. Прийти на выборы в школу руководителям муниципалитета пригласили родителей учащихся образовательного учреждения в день его открытия. Уже в первый день голосования глава исполнил свой гражданский долг в стенах школы вместе с жителями финского микрорайона. Когда открываются избирательные участки, когда ты первый заходишь, ну в числе первых заходишь, и мне кажется, я ждала этого дня. Вдвойне приятно голосовать, принимать участие в голосовании в новой школе, которая открылась у нас в микрорайоне Финский. 1 сентября она распахнула свои двери для деток, и мы всем микрорайонам ее очень долго ждали. Поддерживаю все то, что происходит сейчас, все то, что изменения, которые я вижу в нашем городе. Это прям такая традиция у нас в семье. Приходить, голосовать. От голосования зависит будущее нашего города. Он и так процветает. С каждым годом все лучше и лучше. Свою гражданскую позицию на избирательных участках выразили и те щелковцы, кто мужественно исполняет свой долг в зоне СВО. Сегодня, скажем так, гражданский долг каждого. Выбираем будущее губернатора Московской области. Поэтому я сделал свой выбор. Для гвардии капитана, командира мотострелковой роты танкового полка, жителя Щелкова Дениса, прийти на выборы губернатора Московской области было очень важно. Настолько, что даже несмотря на период восстановления после боевого ранения, он пришел на избирательный участок сделать свой выбор. Я считаю, это так же важно, как защищать свою родину. Это надо, чтобы за нас никто ничего не решал, а мы сами решали. Вот после ранения, будучи здесь, решил исполнить гражданский долг во второй раз. Первый там, а второй здесь. В течение трех дней работа на участках велась в штатном режиме. Нарушений зафиксировано не было, активность избирателей была высокой. Вместе жители Щелкова внесли вклад в судьбу региона и своего родного округа. Все 125 участков завершили работу 10 сентября в 20.00. Затем начался подсчет голосов. Безоговорочную победу одержал Андрей Воробьев, набрав более 80% голосов в регионе. Это новая страница для Подмосковья. Вектор развития определен. Анна Балиец, Щелковское телевидение. Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует...